Мы прибыли в Ташкент, столицу Узбекистана, для посещения нового предприятия Aromacolor, которое специализируется на производстве колбасных и деликатесных изделий халяль, известных под торговой маркой «Дель Марк». Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 50 наименований. Для упаковки своей продукции Aromacolor приобрела у компании «Ульма» две упаковочные машины. Первая машина – термоформер TFS-200, другая машина – флоупак FM-200. В 2016 году у нас возникла идея выпускать качественные мясные изделия, потому что мир сейчас переполнен всякими добавками в колбасных изделиях. И мы в наше детство вспоминаем Советский Союз, гостовские продукты. В 2016 году у нас возникла идея сделать такое предприятие, которое выпускало бы только премиальные продукты, качественные, без всяких добавок, без красителей, без консервантов, без соевых белков, без крахмала. И мы начали тестировать, делать какие-то лабораторные исследования. И в 2017 году приняли решение сделать такое предприятие. Мы до конца года воплотили свою мечту в реальность, построили здание, купили самые передовые оборудования из Европы. Упаковочные оборудования мы купили испанское, компания «Ульма», один термоформовочный и флоупак. Наши премиальные продукты – это в основном сырокопченые, сыровяленые продукты. И мы с гордостью можем сказать, что мы первые в Узбекистане, кто выпускает сырокопченые и сыровяленые продукции, отвечающие всем требованиям сертификации «Халяль». В будущем мы хотим дополнить свой ассортимент новыми продуктами, которые будут упаковываться в оборудование компании «Ульма» «Скин», нарезки и всякие другие продукты. Планируем до конца этого года закупать еще оборудование от компании «Ульма», самой последней модификации. Выпускаемая продукция «Дель Марк» реализуется в собственной торговой сети. На данный момент уже открыто 5 собственных бутиков в городе Ташкенте. И до конца года их количество достигнет 50 торговых точек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...